Мой путь в семейный тайм-менеджмент, он начался с моих собственных проблем. Когда 7 лет назад родился мой второй сын, мне стало очень сложно. Кто из мам могут это понять, что вот рождаются у вас дети, жизнь меняется, и вам тяжело, вы не справляетесь? Кто не справлялся, когда дети у вас появились? Кому было сложно? Мне было сложно, некоторые тоже поднимают руки. Я хочу сегодня обратиться к мамам. И вы знаете, я прошла через очень серьезные проблемы и в своей семейной жизни, и в воспитании детей, и много проблем со здоровьем у меня было. Но я смогла это все победить, и потом я начала свой проект, через который я рассказываю мамам, как мамы тоже могут быть организованными, как они могут больше успевать с детьми. А самое главное, вы знаете, самое-самое важное мое послание, которое я тоже хочу донести сегодня до вас. Я верю, что женщина, мама – это сердце семьи. Обычно женщина, как у нас говорят, мужчина в доме – голова, да? А женщина кто? Шея, да? Женщина шея. Она куда голову повернет, туда голова и смотрит. Но я верю по-другому. Я верю, что женщина – это сердце семьи. Сердце работает 24 часа в сутки. Мамы, останавливается ваша работа когда-нибудь? Нет, не останавливается. Даже когда дети спят, мамы не спят. Мамы заботятся, мамы что-то готовят, мамы смотрят за детками. И точно так же, как вот наше сердце работает 24 часа в сутки, так и мамы тоже без остановки работают. И вы знаете, как от жизни сердца, от того, насколько сердце будет крепкое, здоровое, как оно будет ровно работать, зависит жизнь тела, правда? Да, если сердцем все плохо, не получится ничего, да? То же самое и с нами, мамами. Если вы, как мама, организована и, главное, здорова, то ваша семья тоже будет организована и тоже будет здоровая. И сегодня, дорогие мамы, я хочу вам поделиться одной такой небольшой фишкой, небольшим секретом, который поможет вам успевать больше с детьми и, самое главное, чувствовать себя лучше. Скажите, пожалуйста, вот мамы, присутствующие мамы, поднимите руки, кто сегодня выспался? Есть такие? Вон там некоторые выспались. А кто не выспался? Кто вот реально сегодня вот не доспал? И это уже не первый день. Тоже есть такие. Вообще, вы знаете, когда ко мне приходят мамы, для того, чтобы научиться семейному тайм-менеджменту, научиться планировать, и мы начинаем разбираться, в чем главная проблема, чтобы понять, с чего начать. Выясняется, что обычно у 90% женщин с детьми самая большая проблема, что они не высыпаются. И вы знаете, если вы не спите нормально, если нет у вас этих часов сна, которые вам нужны, 7-8 часов, то никакие спа-салоны, никакие врачи, никакие эколифтинги лица, никакие тренинги вам не помогут, если вы не научитесь спать, дорогие мамы. И тут сразу совет папам. Дорогие папы, вы помните, пожалуйста, что вот есть такая хорошая поговорка на английском, happy wife, happy life, если жена твоя счастливая, и жизнь у тебя будет счастливая. Поэтому, дорогие мужчины, обратите внимание на то, как спят ваши жены, и дайте им возможность выспаться, хотя бы на выходных, когда вы можете у них забрать ребенка, когда вы можете позволить раньше лечь вашей жене. Потому что, если женщина не высыпается, плохо будет прежде всего вам, и детям вашим тоже. И, дорогие мамы, хочу, вот секрет, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Есть такая замечательная фишка, которая называется «Вставать рано». Вы знаете, когда я начала свой интернет-проект, на мне было двое маленьких деток, мне надо было успевать и работой заниматься, через интернет я обучала, там тренинги проводила, там семинары, встречалась вот так вот с мамами, книжки начала писать, женщины ко мне стали приходить, рассказывать свои проблемы, и мне надо было помогать им на самом деле. При этом у меня двое деток, при этом на мне дом, при этом муж тоже требует внимания. Вот, и было очень тяжело. Я подумала, а где бы взять 25-й час в сутки, классно было бы, правда? Потому что, когда мы пишем там список дел, которые нужно выполнить за день, то реально понимаешь, что в 24 часа он не влазит. Вот, и я решила узнать о том, как же вот люди, которые много успевают, каким образом они успевают. И вы знаете, я узнала одну поразительную вещь, что очень многие успешные люди и успешные женщины тоже, мамы, которые много успевают, оказывается, они встают рано. Рано, это значит, где-то в промежутке между 5 и 7 утра. То есть для меня это было на самом деле очень рано. Вот, но я решила попробовать, потому что я подумала, ну вот если другим помогает, значит и мне поможет. И вы знаете, я тогда вот решила, я хочу научиться вставать рано, и возможно у меня появится время вот для себя, например. Потому что мамы, наверное, со мной согласятся побыть в одиночестве очень сложно, правда? Потому что дети все время рядом, дела все время рядом. Вот, потом вы все засыпаете, вы просыпаетесь, и ваша семья с вами просыпается, и времени у вас не остается на себя. Вот, и я решила, что я вот сегодня, то есть завтра, да, например, я встану в 5 утра, вы знаете, я начала вставать рано, ложиться тоже начала рано, то есть вот сейчас я ложусь спать в 10 вечера и просыпаюсь в 5 утра, иногда даже раньше. И вы знаете, хотя сначала было сложно, но я просто верила, что это ну, я хочу попробовать, хочу проверить, это мне может помочь. И вы знаете, удивительные результаты я получила. Во-первых, то, что сразу я увидела, у меня появилось два или даже три часа утром, которые я провожу наедине с собой. Вот, я человек верующий, и для меня, например, очень важно утром иметь возможность помолиться, почитать Библию, подумать, да, вот настроиться на позитив, вспомнить все хорошее. Вот, и благодаря вот этому времени утром у меня появилось время, когда я могла настроиться на позитив, и когда встает моя семья, тогда я уже такая вся, знаете, как обновленная, прокачанная мама, которая может уже нормально заниматься своей семьей. И вам совет, если вы хотите научиться вставать рано, то, конечно же, в первую очередь надо научиться ложиться рано. Очень многие мамы говорят, как мне уложить детей вовремя спать, у меня дети раньше 11, раньше 12 не засыпают, поэтому я тоже заснуть не могу, я не высыпаюсь, плохо себя чувствую. Дорогие мамы, секрет в том, что вам нужно начинать вовремя ваш вечерний ритуал. Если вы хотите лечь спать, заснуть, чтобы вся семья заснула у вас в 22 вечера, вам нужно начинать готовиться спать за 2 часа минимум. Вот, поэтому, дорогие мои, секрет для того, чтобы научиться вставать рано, при этом лучше себя чувствовать, лучше высыпаться, больше успевать, быть более энергичным. Этот секрет заключается в том, чтобы поставить будильник, но не на утро, поставьте будильник себе на вечер. Например, в 7 вечера у вас звонит будильник и напоминает вам, что вам нужно начинать готовиться спать, и вы начинаете ваш вечерний ритуал с вашей семьёй. Начинайте там детей мыть, готовить ко сну, вот вместе там ложиться спать. И это на самом деле то, что в первую очередь вам нужно сделать для того, чтобы высыпаться. И следующий очень важный момент. Я сейчас не призываю вас к тому, чтобы вы прям завтра в 5 утра встали, а сегодня в 10 вечера легли. Это очень сложно сразу сделать. Но, дорогие мамы, если вы хотите вложить в своё здоровье, хотите жить долго и счастливо, и иметь возможность служить вашей семье, ляжьте сегодня, пожалуйста, на 1 час раньше. Всего лишь на 1 час раньше. Вы лучше выспитесь, вы будете лучше себя чувствовать, и вы сможете больше дать вашей семье. Дорогие мои женщины, помните, пожалуйста, что если вы пусты, если вы уставшие, если вы без здоровья, без сил, вам нечего дать вашей семье. Поэтому в первую очередь позаботьтесь о себе. И первым шагом будет это лечь раньше и встать раньше. Вы увидите, что вы будете чувствовать себя лучше, и сможете больше дать вашей семье. И ещё тоже приглашаю вас на мой сайт flymama.info. Там есть очень много информации для мам. Ищите мои книги в магазинах Киева. Вот, по тайм-менеджменту для мам. Они тоже вам очень сильно помогут. И здесь я тоже сейчас буду ещё оставаться. Если есть какие-то вопросы, подходите, пожалуйста. Я желаю вам жить здорово, здорово и долго. Спасибо большое.